Здравствуйте, мои хорошие! Хочу сделать такое короткое-короткое видео. Вот блюдо, которое не пробовала моя семья, мои знакомые. Я хочу, чтобы они попробовали, как оно есть, и оценили. Вот сегодня Лариса и Сережа на работе. Пришел Димасик. Привет! Привет! Спадки хочется, да? И попробуй, пожалуйста, вот тут нарезано. Попробуй, как тебе... Не-не, берем уже с руками, оно не липнет, тут нарезано. Что это? Малина. Ну, понятно, что такое вкусное, но... Как желатинка. Как желатинка, да? Да. Ну... Вкусная. Вкусная? Да, кислинка такая. Кисло-сладкая, да? Угу. Это пастила из малины. Ну, как малина. Как конфетка, да, такая вкусная? Классная. Классная, да? Да. Вот, пожалуйста. Ну, я вижу, что... И на тарелочке уже... Уменьшается. Уменьшается. Так что, вот, пожалуйста, я буду так вот делать. Просто я не готовила дома эту пастилу. А это у меня, смотрите, я ее поставила в духовку. И вот она у меня тут... Вот этот кусок отлично отделился. Смотрите, руки не берутся. И пусть она себе подсыхает. Электричества она вырвет мало, только вентилятор один работает. Так что пастила хорошая. В город мне нужно взять страховку. И вот, смотрю, приехал цирк Кобзов. Это хороший украинский цирк. Вот здесь они вот только-только приехали в машину. Сейчас я вам покажу. Вот, видите? Касса, вот там домики ихние. И здесь они сделают вот этот... Ну, Кобзов это хороший цирк. Тут красиво такое. И животные у них хорошо содержатся. Видите, он такие комнатушечки, в которых спать. Но это еще только половина, наверное, четверть приехала. И не так убирают. Животные у них хорошо стоят тут, кушают. И, между прочим, только цирк был. Я не знаю, кто в него будет ходить. Но вы же видите, что приехал. Так, иду через аптеку. Сейчас зайду сюда. Вот видите, можно давление померить бесплатно вообще. Так. Вот вам кафе, где Саша как-то хотела работать. Работала-работала стажером, а потом бросила. Так, сейчас идем в туристическое наше. Утро на пять минут. И все, и готово. Взяла страховочку. Видите, у нас здесь как-то магазин назывался. Я не знаю, как вы здесь был ремонт. А теперь тут будинок, игрушек. Дом игрушек. Смотрите, какой большой. Я тут не была, это только открылся он. Видите, сколько тут игрушек. Качество телека хорошее. Любые игрушки. Аксины. Это, наверное, вот эта акция. Здравствуйте. Видишь, 50% какие машины. Вообще классно, что все игрушки собраны в одном месте. Две одиницы за ценой одного. Это такие, наверное, гоночные машиночки. Видите? А это, наверное, плавает в воде. Да, для воды игрушки. А вот какой, смотрите. Ну, это все вот эти гоночные. Я мультик смотрела, мне очень нравится. Про этого паровозика я мультик смотрела. Тоже очень хороший. А ты же девчачья кукла. Идемте на куклу посмотрим. Это все тут для мальчиков, я так понимаю. Ого. Видите, какие вот эти роботы стоят сколько. О, змей горыноч какой. О, у него голова ходит, ребят. Ой, музыка опять тут играет. Ну, не все магазины у нас с музыкой. А вот это, знаете, головоломки для кто там очень такие умненькие. Вот это все можно делать. Видите, какие машины шикарные. Боже, такую машину себе, да, на сессию поехать. Но единственное, что я должна говорить громко, потому что музыка играет. Смотрите, черно-вдова-паук. Ой, какие ходите. Вот тут и машины. О, железная дорога какая. Смотрите, клевая. А джипики какие. Вот это джип. Мерседес. Ой-ой-ой. А вот полиция какая. А вот трактор как настоящий. Посмотрите. Вот это игрушечки. Боже, когда наши дети. А вот даже с рацией. Смотрите, берете и по рации передаете. Вот она тут снимается. Тут даже кнопочка есть. Вот это машины, ребята. А вот целые тут города. Это не то, что у нас какой-то грузовик железный. Ну, вот что-то вот с этого разряда у нас было. Честно вам говорю. Так, вот всякие тут игрушечки, которые для ребеночка, для маленького. Видите, вот такие они тут. Тут эти камешки в середине. Ой, ты моя мамачка маленькая. И шарики висят. Это для маленьких. Вот эти вот музыкальные все. Боже, какой-то дефицит был. А теперь смотрите, пожалуйста, все продается. Очень красиво. Боже, погремушек этих для детей. Просто тьма. Просто. Вот это магазинчик. Смотрите. Смотрите, сколько всего здесь. Боже мой. Я бы тут ходила и ходила, если музыка не играла. Конструкторы, лего. Вот смотрите. С правой стороны я прохожу сейчас. Обалдеть. Вот деревянные игрушечки. Как красиво. Ой, какой путь. Смотрите, вот спонтом. Хочу быть в портной. Нитки и пуговичка пришивать. Это вот мышление в детей. Смотрите, зашнуровать. Зашнуровать ботиночки. Красота. Это вот ролики. Вот красивые эти мягкие игрушки всевозможные. Вот на улице играть. Вот такой хоккей у нас когда-то был. Ну, не такой, конечно. Оно был. Коляски для юных мам. Вот эти вот, которые на песке играть. Ой, я тут вам показывала. Конечно, целый день ходила, если бы не эта музыка. Вот смотрите, велики такие. Вот эти, знаете, как они называются? Что? Ногами толкать. Ногами толкаешь. Слушай, динозавры, смотрите, какие. Боже, я вообще не представляю. Тут надо, наверное, какие-то ролеты повесить на, вот для творчества. Видите? Можно делать все это с творчества. Хочешь лепить, хочешь. Ну, я же говорю, что бомбочки для ванн, смотрите, с морской солью, с эфирным маслом, для губ. То есть все это сами можете делать. Я же говорю, показывать ей, что, ну, вы знаете, почему не могу, потому что музыка, музыка, музыка. Ой, вот дети, вот дети, посмотрите, какая. Ой, боже, как много, как много. Смотрите, какой космонавтик. Это в душе купать. Вот у него. Или на горшок садить, или в душ. Боже мой, вот маленькие. Вот эти глазастенькие, я не знаю, как они. Короче, целый ряд вот этого кукол, смотрите. Вот эти куколки, которые, ой, боже мой, какие они. Ну, Барби. Барби, может, наверное, настоящие, я не знаю. Посмотрите, какой вот этот целый ряд, это все куклы. И вот самое главное, что есть книги, детские книги, любые. Смотрите, творыный свет, техника, все есть. Алиса в стране чудес. То есть вместе с игрушками есть и книги. Это хорошо, что играть, играть, но читать тоже нужно. Вообще шикарный магазин новенький, конечно. Вообще просто красавица. Так, идемте, ладно, потому что. А он с Брайты обменяет, видите, какие-то игрушки. Ой, вот какие модельки. Зайдем, когда музыки не будет, я вам детально покажу, хорошо? Вот хорош магазин, но тут цены. Что, не надо заваживать? Надо. А ты уже заважил, да? Да. Давай сфоткаемся с этими чипсами. Да. Да, Дима взвесил этот кавун, затянул 32 грин. То есть евро. Одно евро тот кавун весь стоит. Так что подешевели. Ну, не знаю, я так выбрала, вроде спелый. Мы взяли с Димкой, вот смотри, на вечер про холода. Я взяла... Ой, что-то сахар там течет или нет? Нет, все, где течет. А, он нет? Нет. Сахара. Потому что у меня там черешня одна банка плохела, поэтому вы поняли, да? Угу. Наташа. Наташа. Так, все. И водичку ставь, Дима, туда. Поставь туда, думаю, сильно. Вот это вот, видите, властная выродница. Такие непоганые конфетки у них. Это все. А вот смотрите разница. Этот стоит 6,90 карамель, а этот 7,45. Не пойму чего. Такие, все. 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 Продолжение следует...